Добрый вечер! Вижу уведомление на экран, что начался прямой эфир. Жду первого человека и начинаем. Добрый вечер! Привет всем! Спасибо большое, что пришли, несмотря ни на что. Итак, мы с вами с Божьей помощи начинаем второй урок по нашей недельной главе в Эйкра. Видите? О чём думаю, о том и говорю. И несмотря на то, что утром у нас сегодня наступил мир, два часа после этого опять у нас на юге гремели ракеты. И опять мы слышали, что там были взрывы. И мы знаем, что сейчас проходят протесты в секторе газа за то, чтобы продолжить перестрелку. Поэтому мы, конечно же, знаем, что всё будет к лучшему. Я за то, чтобы наши самолёты туда залетели, разбили всё нафиг, выгнали оттуда арабов и вернули нам наши святые земли, чтобы мы снова сделали из них райский уголок. Мы готовы терпеть взрывы, только если мы знаем, что это к чему-то приведёт, а не к очередному непонятно какому миру, который не длится больше нескольких месяцев. Поэтому за мир в Израиле, за хорошие новости в Израиле, за нашу неделимую большую страну и сильную крепкую веру в сегодняшний наш урок. Кстати, о вере мы с вами сегодня будем говорить больше всего. Итак, ого, 70 человек, 2 минуты, класс, невероятно, рады вашему такому отклику. Мы начинаем. Был такой писатель в Америке, один из выдающихся писателей, которые рассказывали нам про времена Холокоста. Он сам пережил это время, его звали Элли Визель. И вот в своей книге он рассказывает одну историю, связанную лично с его историей. Когда он был маленький, не маленький, ему было около 15 лет, его с семьёй забрали в лагерь смерти. И маму и сестру убили там же у них на глазах. Братьев забрали в другие места работы, он больше с ними не увиделся, а он остался своим папой. Его папа был очень сильным человеком, который владел сетью магазинов. Они были из немелкого порядка людей. Но, к сожалению, мы все знаем, что в такой работе никто не может выдержать, и никакое здоровье не поможет. И поэтому его папа начал чахнуть на глазах. И Элли Визель, будучи 15-14-летним ребёнком, ухаживал за папой, несмотря на то, что он работал на таких же каторжных работах, возвращался без сил. Но он ухаживал, следил за папой, поддерживал, делал по мере возможности всю работу за него. Извините, собака кусает. И когда уже папа более-менее привык к этой работе, его перевели на более лёгкую работу, он заболел дифтерией. И это его очень сильно склонило. Он начал падать духом. И вот в одну ночь, когда боли были нестерпимыми, он позвал своего сына. Но, к сожалению, немцы услышали эти крики быстрее, чем услышал мальчик Элли. И они подбежали к этому папе и начали его бить винтовками, пока он не скончался у мальчика на глазах. Целый год он следил за своим папой, и его не стало за несколько месяцев до конца войны. Это было для него ещё одним сильнейшим потрясением. И когда на следующий день ему, как ни в чём не бывало, надо было встать и найти кадры, что и работы вечером постучались в их барак. Один человек, который жил там вместе с ними, сказал, Элли, пойдём с нами, у нас к тебе есть дело. И он без сил, эмоциональных, духовных, физических встал и пошёл, куда его звали. В бараке сидели много людей, но за отдельным столом сидели три человека с большими бородами. Он сразу понял, что это представители еврейской национальности. И они сказали, «Дорогой Элли, мы решили, что мы сейчас проведём суд над Всевышним. Мы больше не можем терпеть. Всевышний должен понимать, что этот мир создан не для насилия, не для смерти, не для таких ужасных вещей, которые здесь происходят. Мы решили сделать суд Тора на Всевышнем, доказать Ему, что по всей его Торе и по всему тому, что мы его называем добродетелем, Рахамим, как это, добросердечным, любящим мир, он не имеет права делать такое со своим миром. «Но что тут делаю я?» – спросил Элли. «Ты у нас будешь свидетелем со стороны обвинения. Ты должен рассказать, что тебе пришлось увидеть за 17 лет твоей жизни. Ты должен рассказать всё, что ты пережил, чтобы доказать Всевышнему, что для 17-летнего ребёнка это слишком много. За всю жизнь человек не может пережить столько испытаний, сколько пережил ты». Элли начал рассказывать про маму, про сестру, про папу, про себя. Его поблагодарили и сказали, что через три дня они вынесут вердикт. И когда Элли пришёл туда снова, через три дня были те же люди, и они вынесли свой приговор. Они сказали, что Ашем не прав, и что в его мире, полном доброты и справедливости, не могут происходить такие вещи. И когда они вынесли этот суровый приговор самому Всевышнему, один из них встал и сказал, «Люди, собирайтесь, пришло время читать вечернюю молитву». И мне помешало, что только что они обвинили Всевышнего, доказав, что не может быть в мире таких ужасных вещей, которые делает Всевышний. И несмотря на это, они всё равно встали и начали молиться. Какими словами они молились? Всевышний, любящий мир, Всевышний, прощающий, Всевышний, спасающий. И ничего им не мешало. А мне мешает. И я хочу спросить у вас, чувствуете ли вы то же самое, когда в вашей жизни происходят сложные вещи, испытания. Не дай Бог ни о ком не будет сказано о потере. Чувствуем ли мы, что тогда Всевышний рядом? Не начинаем мы ли злиться сразу, говоря, что Всевышний, мы же делаем то, что ты хочешь. Мы вот уроки в 10 вечера на Ваикра смотрим, а ты со мной так. Чувствуем ли мы всегда справедливость, которая происходит в нашей жизни? И знаем ли мы, что Ашем всё делает правильно и для нас? Легко ли нам это понять? Наша недельная глава, она прям очень подходит для раскрытия этой темы, тем более то сложное время, в котором мы сейчас находимся, испытания. чтобы понять, как справился с испытаниями наш праотец Ибраам, с которого мы нам, дай Бог, вообще приблизиться к его уровню. Что за испытания у него были, и как нам справиться со своими испытаниями, что хочет от нас Всевышний, когда Он на нас посылает зло. С этим мы с вами, с Божьей помощью, сегодня разберёмся. Мы все с вами живём в такой постоянной пощёчине. Что делать и как доверять Всевышнему, когда в мире происходят невероятные вещи? Где тот добрый мир, который ты сотворил вначале, цветочки создал, животных создал? Да вторая женщина, посмотрите на улицу, слава Богу, не в Израиле, ходит в меховой жилетке, а у каждого второго ребёнка на рюкзачке брелок с хвостиком настоящего зайца. Для этого ты создал животных. А войны, которые сейчас происходят, а дети, которые, не дай Бог, умирают, все эти испытания не подходят твоему миру, который ты сотворил для нас Всевышний. И эти постоянные вопросы мы должны задавать. Но несмотря на это, приходит наш Ибраам и делает вид, как будто один из самых мудрых людей и представителей нашего народа. Как будто бы закрывает глаза, как будто бы говорит, я ничего не вижу, я в розовых очках. Ну и что? Я не задаю вопросов. Наш народ вообще не такой. Мы народ книги, мы народ глубокий, мы не можем закрыть глаза и сказать, ну да, в этом мире есть войны, и праведники умирают, и праведники страдают, и праведники бедные ходят, хотя Всевышний обещал, что, наверное, праведник будет получать по своим заслугам и в этом мире, и в том мире. Кто ты? Ты кто? Так спросил Всевышний у Адама, когда подошел к нему в Эденском саду. Я, Дина, приятно познакомиться, и мы с вами продолжаем урок Торы. Авраам Авино – это тот человек, у которого не было в жизни спокойной минуты. Человек, который прошел все возможные испытания и ни разу не спросил, за что. Все, что Авраам Авино обещал, ничего не случилось. Все планы, которые он строил, ничего он в большую половину своей жизни не смог увидеть в плоды этого. И не скажите, что он был мечтателем. Нет. Он мечтал и строил планы именно о том, что обещал ему Всевышний. А у Всевышнего была одна цель. Какая у Всевышнего была цель? Разбить все обещания. Сказать, Авраам, на тебе конфетку. Авраам уже представляет, как он говорит на нее шааколь и кушает в, не знаю, в своем саду на мягком кресле. А Шем такой, а не дам. И все вещи, которые Всевышний обещает. И Авраам мечтает и надеется, что это произойдет. А Шем у него забирает и говорит, а не получишь, а не дам. Авраам пошутил, передумал, как вообще можно себя так вести и со стороны Всевышнего, и со стороны Авраама, который все это время терпел. Почему он закрывал глаза? Почему он не видел и не задавал вопросы Всевышнему? Ведь если мы с вами строим бизнес и видим, что он не идет, мы его закрываем, мы ищем другие пути. Если мы начинаем читать книгу и на 20-й странице мы видим, что она нас не зажгла, мы ее откладываем. Зачем Авраам продолжал делать то, что он делал, не получав за это заработную плату, которую ему обещал не какой-то человек, а сам Всевышний? Что держало веру Авраама? На чем держалась его вера? И какой из этого урок мы можем вынести для нашей жизни? Я хочу с вами немножечко разобрать, какие испытания были у Авраама, чтобы мы поняли, насколько наша жизнь вообще покажется нам цветочками. Сейчас, секунду. Окей. Если учесть мнение наших мудрецов, что Сара вышла замуж в 15 лет, то около 50 лет Сара жила со своим мужем Авраамом, и у них не было детей. Кроме того, что у них не было детей у Агари, на ложнице был ребенок, который потом учил плохому ее сына. Окей, вы помните? А что Всевышний обещал? Всевышний пришел к Аврааму и сказал, «Послушай меня, вот ты живешь со своей что, с Сарой, 50 лет вы живете вместе, детей у вас нету, но вы круто распространяете мое имя среди всех, с кем вы живете. Давай мы заключим с тобой союз». И в данном случае Всевышний выступает у нас не как папа, который дает нам конфеты просто за хорошее поведение или за красивые глазки. Нет. Всевышний говорит, я хочу заключить с тобой договор, я хочу, чтобы между нами были партнерские отношения. Ты со своей стороны делаешь то, что я у тебя прошу. Что именно? Одна вещь. Ты выходишь из Харана в землю Израиля и там работаешь моим пиар-менеджером, рассказываешь всем, кто я такой и что я ему сделаю. Со своей стороны я тебе обещаю четыре вещи. Какие это вещи? Я сделаю из тебя большой народ. Это значит, что у Авраама будет много детей. Я сделаю тебя очень богатым. Дальше. Я сделаю твое имя престижным. А тебя будут знать все. Не будет ни одного человека, когда ты придешь в их город, который скажет, а кто ты такой? Все тебя будут знать. Лявдель, я не знаю, Мадонна, Трамп, Нетаньял, да кто угодно. Тебя будут знать во всем мире. И четвертое. Одно из крутых. Тот, кого ты будешь благословлять, я благословлю. Тот, кого ты будешь проклинать, я проклину. Ты будешь моими губами. Все, что ты скажешь, я буду делать. Ну, нехилое обещание. Я думаю, что все бы мы с вами тоже согласились на таких условиях. Тем более, что Аврааму ничего не стоило. Ему надо было только переехать в другое место и делать то же самое, что он делал до этого с огромным успехом. И так они переезжают. Они заключают договор, подписывают с обеих сторон, забирают у нотариуса. И что происходит дальше? А тут начинается самый трэш. У Авраама было 10 испытаний. Написано, что Всевышний не скрывает эти испытания. Целые две недельные главы. Лех-Леха и наша недельная глава Вейра посвящена этим 10 испытаниям, которым подвергся Авраам и Сара. Написано, что от Лех-Леха до Лех-Леха все испытания Авраама. Мы с вами сейчас немножко разберем эти испытания, чтобы понять вообще на кончике ножа, с чем он столкнулся. Окей, он пришел в Израиль. Что он должен был там получить? Он должен там получить VIP-квартиру, дом-нагогницу и возможность сдавать свои уроки в красивой синагоге. Что он получил? А он получил голод. И его все люди прогнали. Сказали, ты принес нам голод. Из-за тебя у нас здесь начал твориться балаган в земле Израиля. Уходи отсюда. Ну, окей. Деньги обещаны были? Деньги не получил. Имя обещано было? Имя тоже не получил. Пошли дальше. Он пришел в Египет со своей женой. И что там? Ему надо скрывать свое имя. Почему? Потому что если узнает, кто такой Авраам, его убьют. Но и там он молчит. И потом, после Египта, следующее испытание, это когда ему надо спасать своего племянника Лота и выходить на войну с четырьмя царями. По одному мнению, он вышел на эту войну вместе со своим рабом Элиезером. С другой стороны, наши мудрецы говорят, что когда написано Элиезер, гематрия слова Элиезер 318, соответственно, он вышел с 318 солдатами и победил. Он воевал, он заплатил много денег, он призвал солдат, он купил оружие. А как же четвертое обещание? Ты скажешь, проклят будь ты. И тут же Всевышний его должен был проклясть. А тут он должен тратить свои деньги, время, силы, подставлять свою жизнь под дуло пистолета чужих царей, которые только что победили других, 5 царей, целая империя. И он не спрашивает у Всевышнего вопросы. Дальше. Дети. Есть у него дети. 11 лет он живет в Израиле после обещания Всевышнего, что из него пойдет огромный народ, детей у него нету. Обрезание в 99 лет. Наш милый старичок, который отчаялся иметь детей от жены, Сара, делает обрезание. Кому он делает обрезание? Сам себе, подвергая свое здоровье большому риску. Все это происходит много-много-много лет. После обещания Всевышнего, ты только сделай, ты только говори обо мне, и я тебе все дам. Ничего не дает. Мало того, что он ничего не дает, он еще все, что у него есть, забирает. Следующее испытание, это когда Сару опять забирают, он должен скрывать свое имя. И вот уже прошло много-много времени, и у него уже есть один сын, Ишмаэль. И что какое следующее испытание? Он должен этого Ишмаэля выгнать из дома, потому что он, оказывается, плохо влияет на Сариного сына Ицхака. Здесь мы с вами, в принципе, если вот так вот подумать, можем не спрашивать с вами вопросы. Почему? Потому что если бы нам с вами Всевышний пообещал и подписал договор, что у нас все это будет, то мы могли бы терпеть эти 5, 10, 15 лет, зная, что когда-то это исполнится. В принципе, положая руку на сердце, можно понять, откуда была эта вера и терпение у Абрама проходить все эти испытания, ведь Всевышний обещал. Но следующее испытание, 10, оно совершенно не поддается объяснению. Какое следующее испытание? Вы помните? Акидат Ицхак. Убить своего сына Ицхака. Все 9 испытаний Абрам знал. Сейчас немножко. Я это пройду, и уже завтра у меня светлое будущее. Это вы знаете, как вы вкладываете деньги в какой-то бизнес, и вы понимаете, что вы берете обороты, вы приглашаете новых людей, вы затрагиваете новые программы, вы строите свой бизнес, проходя эти испытания. Почему? Потому что вы знаете, что то-то этот бизнес бахнет. Вы заработаете кучу денег, и все ваши усилия оправдаются. То же самое было с этими 9 испытаниями. Но 10 испытание совершенно нелогическое. И тут Абрам должен был заирать. Почему? Потому что это испытание подвергало, все его прошлые испытания сводило на ноль. Если он сейчас убивает своего Ицхака, это значит, что впереди у него нет будущего. Это значит, что впереди у него чернота. Потому что именно от Ицхака должен был произойти весь народ. И уже у него не должно было остаться надежды, что что-то его спасет. Не может быть, что у него еще будет один сын, которого они еще раз назовут Ицхак, и уже от него произойдет еврейский народ. Тут уже случается в его бизнесе дыра, когда он заходит на свой банковский счет и видит миллион долларов минус, и понимает, что все, он с ног больше не встанет. Еще, кстати, интересно, если мы уже говорим с вами про Ицхака, почему Авраам считается здесь нашим героем? Почему не Ицхак? Ведь подумайте, наверное, вы все видели эти картинки, как Авраам ведется со своим маленьким сыночком на его жертвоприношение. На самом деле Ицхаку было 37 лет. Извините меня, это уже была большая дылда. Разумная, выросшая в доме Авраама. И он точно знал, куда он идет. Его нельзя было обмануть. Почему мы говорим, что это заслуга Авраама, что он принес Ицхака, должен был, готов был привезти Ицхака в жертву? Это Ицхак крутой! Папочка всего лишь навсего исполнял то, что ему сказал Всевышний. Ицхаку никто ничего не говорил. Ицхак рос всю свою жизнь с пониманием, что он тот, от которого произойдет весь народ, что он глава, что он предводитель, что Всевышний ему еще даст благословения, которые папочке не дал. И тут его и ведут убивать. И в принципе, он должен был быть чем-чем человеком, которому мы скажем, ему Всевышний сказал, понятно, он исполняет волю Всевышнего. Этот чувак, он идет по своей воле. Его мы должны благословлять и говорить в его заслугу. Всевышний пошли нам благословения, мир и жизнь. В чем же тогда фишка, окей, не фишка, в чем же тогда суть, мощность действия Авраама, что именно ему мы внедряем заслугу за это действие? Она кроется в одном предложении. И вскочил Авраам утром. Как вы думаете, если мы знаем, что завтра у нас будет очень сложный день? Очень сложный день. С каким настроением мы будем вставать? У нас будет разбитая голова, мы будем думать, мы не захотим вставать, мы будем тянуть время, а вдруг передумают, а вдруг не надо будет это делать. Ой, аж кем Авраам Бабокер? Он вскочил утром, чтобы побежать, сделать то, что сказал ему Всевышний, как будто бы он идет исполнять заповедь, а не приносить своего сына в жертву. Мало того, наши мудрецы говорят, что если написано, что он встал рано утром, это значит, что он всю ночь спал. Он не крутился в мыслях. Он не думал, что, может быть, Ашем передумает. Он не молился всю ночь о помиловании. Он реально, сказал Шма, заснул крепким, здоровым, глубоким сном, поставил будильник на 5.30 утра, сходил в Микву, помолился, взял своего сына и сказал ребенок, а ну пойдем, сейчас будем всю мою жизнь на корню отрубать. Понимаете, что вообще тогда происходило в голове Авраама? Не то, что происходит у нас. У него даже не было таких мыслей, которые есть у нас. И опять же мы спрашиваем в очередной раз наш вопрос, что заставило Авраама так верить? Откуда у него была эта слепая вера, ведь он не был глупым человеком? И он определенно задумывался, подумайте, они находятся в Израиле, сидят с Сарочкой за ужином. И Сара ему говорит, милый, а где все обещанное? Я думала, я тут буду делать то, что я делала. У меня будет много помощницы, работницы. У меня детей нет, у меня имени нет. Мы скитаемся, голодь в стране. У нас нет помощников. Мы не можем жить так, как мы жили раньше. Авраамушка, милый мой муж, тебе же обещали. Ну иди напомни своему работодателю, что он тебе зарплату не платит. Ну иди скажи ему, а, ну хочется уже, деток, хочется. Чего ей Авраам отвечал? Вот скажите мне, как он оправдывал Всевышнего? Что он ей говорил в это время? Как он объяснял свои слова? Ее слова? Извините, тут комментарий на интересном языке, на ненавистном. Окей, до того, как мы с вами поймем, что заставляло его верить, мы должны поймать, что такое вера, что такое эмуна. Есть несколько объяснений, которые дают наши мудрецы. Первое, эмуна, очень похоже на слово... Извините, пожалуйста, сообщение. Леомен – это тренироваться. Это значит, что вера, она постоянно требует от нас духовных усилий и тренировок для того, чтобы мы продолжали верить во Всевышнего. И это правда. Мы все знаем, что вера, она должна чем-то подпитываться. Второе, что обречняют наши мудрецы, еще одна сторона веры – это доверие. Доверие Всевышнему, что мы идем правильным путем, потому что все, что с нами происходит в жизни, к лучшему оно для нас. Тоже правильно. Но обычно оно работает, когда у нас все хорошо. Когда у нас не очень хорошо, мы вряд ли думаем, что это нас как-то усилит. Но чаще всего, и это то, что мы видим по примеру Авраама, вера – это четкое понимание того, что ты делаешь все правильно. И несмотря на то, что мы не понимаем, откуда в нас эта вера, когда мы задумываемся, почему мои дети должны жить в Израиле под этими обстрелами, почему мы должны жить на юге и постоянно прятаться в бомбоубежищах, почему мои дети в 4 года вообще должны знать, что такое бомбоубежище, почему все эти вопросы вызывают у нас безумные сомнения. Но с другой стороны, я знаю, что я делаю правильно. Я знаю, что несмотря на то, что в Украине было намного легче, а в Аберике может быть еще и круче, я правильно делаю, что я живу в Израиле. И я правильно делаю, что живу именно в этом месте. Это моя вера, которую я не могу объяснить, но я знаю, что я поступаю правильно. Уверена, что в вашей жизни тоже есть такие моменты, когда вы находитесь на вашем рабочем месте, вы делаете какие-то ваши проекты, и вы понимаете, что в принципе другие люди могут задать мне вопрос, сказать, что ты здесь делаешь, есть места намного лучше, а ты идешь этой дорогой, зная и чувствуя, что она единственная верная для тебя. Вера – это не заповедь. Невозможно заставить человека верить. Если мне скажут, Ашем заповедовал тебя верить в него, что тогда получится? Если ты веришь в Ашема, то ты по определению веришь в него и соблюдаешь эту заповедь. А если ты не веришь в Ашема, что он существует, то то, что тебе сказал Ашем, что в него надо верить, тебе не поможет, потому что ты изначально не веришь в то, что Ашем существует. Это что-то, чего нельзя нас научить, это что-то, чего нельзя нам заповедовать, это что-то, что должно идти из нас изнутри. И те, у кого сейчас чувство, что у него недостаточная вера во Всевышнего, и что он до сих пор ищет вопросы на какие-то ответы, не может найти, обвиняя Всевышнего в каких-то действиях. Я очень надеюсь, что в конце нашего урока вы поймете, откуда нам это дается. Окей, пока не буду стрелять комментарии, иначе они меня отвлекут. В Лондоне был один шалиях Хаббада, посланник от Рэба. Его звали Нахван Судак. Этот Нахван Судак, он приехал в Лондон в послевоенное время для того, чтобы делать посланничество Рэба, то, что мы делаем, все хаббатники, то, что мы в Киеве делали 9 лет, продвигать евреиство, продвигать Тору в массы, рассказывать, как круто быть евреем, как классно соблюдать заповеди, сколько всего ты от этого приобретешь. И он приехал туда. Он тут же взял огромную суду денег в банке для того, чтобы построить, возобновить синагогу, разрушенную во время войны, и построить школу для мальчиков и для девочек. Стоит ли говорить, что его там никто не принял? Никому он там не был нужен. Эти огромные долги увеличивались с каждым годом. Здания, купленные для школы, стояли очень много лет пустые. А он все равно продолжал. Он давал уроки для одного еврея, для двух, для трех. И вот празднование 50-летия его шлихута в Лондоне. И на этот праздник собралось тысячи людей. На этот праздник приехали 100 семей, которые он послал по всему миру, для того, чтобы они делали то, что делает он. Его школы работали, его ешивы процветали, и посылались туда люди, евреи, мальчики со всего мира. До сих пор там есть очень сильная ешива, построенная именно этим человеком, нахванным судаком. И вот во всем этом празднестве и поздравлениях встал один человек и вместо тоста спросил одну вещь. «Скажи мне, пожалуйста, что тебе дало силы?» Это был самый сложный вопрос. Потому что это всех интересовало. «Как можно вложить кучу денег, кучу силы, не получить за это ничего? Откуда у тебя были силы продолжать с каждым днем добиваться того, что у тебя не получалось изначально ни день, ни два, а много лет?» И он сказал, что он с детства жил в Кишиневе, в Ташкенте. Нет, извините, он жил в Узбекистане, в Ташкенте. И его родители были соблюдающими людьми, и они решили, что они не пошлют своего сына в школу. Что значит не послать в школу мальчиков в те времена? Это значит, что спокойно могли сослать эту семью непонятно куда. То есть понятно, куда мы все знаем. И что родители придумали для того, чтобы он не ходил в школу? Они отправили его в Хейдер, к Меламеду. И для того, чтобы его никто не увидел, он вставал, когда было темно, и приходил домой, когда было темно. Он делал все возможное для того, чтобы солдаты КГБ не увидели, что он не посещает школу. И это работало много лет. До какого момента? До момента, когда приходила пятница, ему надо было вернуться домой до захода солнца. И вот в один день, когда он возвращался домой перед шабатом, он нес в руке хумаж, и вдруг подошел к нему сзади человек, похлопал по плечу и сказал, «Эй, мальчик, ты куда идешь?» «Домой я иду». «А что за книга у тебя в руке?» Девятилетний нахрен не растерялся и сказал, «А, это книжка, это я своему дедушке несу». «Кроссборды», — говорит он. «А в какой ты школе учишься?» «В десятой школе я учусь». Сказал он, «Знаешь, что все равно нельзя проверить, потому что нет компьютеров». «Окей», — сказал этот человек. «Иди домой». И... Боже, я не могу, меня очень отвлекают вот эти вот непонятные комментарии. Кому неинтересно, пожалуйста, идите спать, никто вас здесь не держит. Всем удачи. Кому интересно, рады оставайтесь. Вообще, не надо вот на это вот все. «А, ват, Исраэль, пожалуйста». Мы с вами продолжаем. И когда этот мальчик, нахрен, он пошел домой, он увидел боковым зрением, что этот солдат, он идет за ним. И он понял, что он не сможет дойти домой, что ему запрещено приводить этого солдата к себе. Почему? Потому что он тогда спросит у мамы, в какой школе учится мальчик, и тогда он проверит, и тогда их сошлют в Сибирь непонятно куда. И тогда он побежал. И он побежал очень сильно. И этот человек побежал за ним. И полтора часа они бегали, пока не наступила полная темнота. Этот солдат сбился со своего пути и ушел, так и не нашел этого, без того, чтобы найти этого мальчика. И нахвен говорит, эти полтора часа, которые я бегал от этого солдата, они открыли во мне невероятные силы. И я понял, что будучи девятилетним мальчиком, у меня есть такой потенциал, такой запас сил, энергии и мудрости, что я зарядился этим всем до конца своих дней. И сейчас, когда я приехал в Лондон, меня парочка людей, которые мне не улыбались, не поддерживались, они не могли меня испугать, потому что я закаленный, потому что я знаю, кто я, потому что я знаю, сколько сил есть во мне, и такое не может меня испугать. И это главная мессера, главная точка, которую я хочу вывести из этого сюжета, из этой истории, что испытания даны нам только для того, чтобы мы поняли, кто мы есть на самом деле. Мы с вами привыкли работать минимум. Если мы должны работать 8 часов, мы уйдем без 5-8. Если мы можем позаниматься с детьми час, мы позанимаемся 40 минут. Если я могу вам дать урок час, я его дам 55 минут. Мы всегда ленимся, мы всегда жалеем себя, мы всегда делаем себе поблажки. Даже когда мы идем сами заниматься спортом, если над нами не стоит тренер, то мы сделаем 3 раза лечь, отжаться, ааа, надо полежать, устала. Кто нас дает силы? Кто нам показывает, что у нас есть внутри? Кто нам показывает, что мы можем подтянуться 30 раз, а не 3, как мы от себя ожидаем, тренера, который дает нам испытания, тренера, который ставит на наши, как это называется, тяжести, дополнительный вес. Только тогда мы можем открыть в себе невероятный потенциал и сказать, «Валя, смог! Ничего себе! Я вообще не ожидал, что я так могу!» Когда человек, не дай Бог, нуждается в большом количестве денег, он идет на вторую работу, и он понимает, что «Да я и на первые 5 часов не мог выдержать, а тут на вторую!» А он идет и работает, и может, и в конце дня он приходит и говорит «Вау! Так у меня еще остались силы ужин приготовить, с детьми посидеть!» Только посредством испытания мы можем на самом деле понять, какие силы и потенциал находятся в нас. И есть такая мне нравится интересное выражение, что неправильно сказать, что Ашем испытывает великих людей. Правильно сказать, что тех людей, кого он испытывает, он хочет сделать великими. И тогда мы совершенно по-другому принимаем испытания, потому что понимаем, что до испытания и после испытания это два разных человека. Вспомните в своей жизни, какие испытания у нас были и какими мы из них стали. Даже самое элементарное испытание, которое я могу пожелать каждой женщине, это роды. Через что женщина проходит, рожая на этот свет ребенка. Ну что, после этого испытания она держит в руках маленький комочек счастья и говорит, вау, благодаря этому испытанию я стала мама, я стала сильнее, я стала большим человеком для кого-то маленького. Любое испытание приводит к нас к такой точке. И это, мне кажется, именно то, что говорил Авраам Саре. Он говорил, Сара, все это сделает кстати. Мало того, что он не говорил Саре, что это сделает нас сильнее. После прошлых наших уроков, кто слышал, можно подумать, что это не Авраам успокаивал Сару, это Сара успокаивала Авраама и говорила ему, что это все к лучшему. Потому что мы помним с вами с прошлых недельных глав, что Сара была именно хозяйкой дома, что она была крутая в своей вере. Я думаю, что каждый ужин она говорила, Авраамушка, муженек, держись, прорвемся, все у нас будет. А Шем же обещал. Очень почему-то ярко представляю эту картину. Оборачиваясь назад, мы, конечно, видим, что все испытания, все обещания, которые Всевышний обещал, они все вернулись к Аврааму. У него был такой Цхак, и его имя знают до сих пор во всем мире, и он уважаемый. Нашу молитву Всевышний слышит, как молитва никого другого. Поэтому нам запрещено говорить плохие вещи. Почему мы думаем, что хорошие вещи Всевышний слышит, и молитвы принимает, а когда мы проклинаем кого-то и желаем плохого, то Всевышний это не слышит. Слышит. Всевышний это слышит так же, как и молитвы. Хотя мне очень почему-то хочется проклясть тех людей, которые сейчас не людей, которые сейчас посылают ракеты на нашу страну и желают нам смерти. Но Всевышний лучше их накажет, чем я, поэтому оставляю это за Всевышним. А мы делаем свою миссию в этом мире. Сейчас, секунду. Извините, пожалуйста, я этот рог готовила в очень тяжелом эмоциональном состоянии после двух дней не спания под ракетами. Поэтому я немножко путаюсь, но мы сейчас с вами дойдем до главной мысли. Извините, пожалуйста, нестандартная ситуация была последние два дня. Окей, я хочу заканчивать и рассказать вам, откуда в нас должна появиться эта вера. То, что она появилась у Авраама, это ясно, потому что, если бы каждому из нас пришел Всевышний честно, лично, глядя в глаза, пообещал нам то, что он пообещал Аврааму, каждый из нас бы, не сомневаясь, прошел бы любые испытания. Где нам взять эти силы, противостоять трудностям и испытаниям, которые приходят в нашу жизнь, без того, что Всевышний обещает, что мы с этим справимся. Кстати, вспомнила, я когда-то получила невероятное письмо от Рэба, к сожалению, я не записала его, но я хотела бы вам рассказать краткую суть этого письма. И на самом деле Рэба пожаловалась, что у меня есть сложное в жизни испытание и попросила Рэба совета, как мне с этим испытанием справиться. И Рэба мне написал письмо, которое я помню до сих пор. Надеюсь, его найти еще раз, распечатать и повесить себе перед глазами. Рэба мне написал, если вы видите, что у вас есть испытание и оно кажется вам великим для ваших сил, то есть как бы слишком большим для того, чтобы вы с ним справились, то у меня есть два возможных ответа. Первый ответ это вы неправильно смотрите на это испытание и оно только кажется вам большим. На самом деле, когда вы начнете двигаться дальше, вы увидите, что это испытание дается вам намного легче, чем вы думаете. Типа у страха глаза велики. А второе Рэба сказал, что вдруг на самом деле ваше испытание, о котором вы говорите такое большое, то второй ответ мой для вас. Вы тогда не знаете, какие силы скрыты в вас, если Всевышний послал вам такое испытание. Есть большое красивое правило, которое каждый из нас должен повторять. Всевышний не дает человеку испытания выше его сил. Никогда. Любое испытание, которое приходит в нашу жизнь, в наших силах его вынести. И мало того, как учит наша недельная глава, это испытание должно сделать нас сильнее. А откуда эта вера? с первой нашей недельной главы, которую мы с вами уже прошли, но на этой части не останавливались, потому что мы знаем, что вообще на каждую букву в Торе можно дать отдельный урок, а остановиться на каждом актуальном моменте. Дай Бог, чтобы нам новая игра хватило 120 лет хотя бы попробовать нашу Святую Тору. Так вот, где это? Ладно, не надо, мне уже все в голове. Когда Всевышний создавал наш мир в первый день, что мы знаем? Что Всевышний создавал его речениями, словами Всевышний его создавал. В первый день, второй, третий все было создано словами. Когда Всевышний создал не словами, что он сделал, а не сказал? Правильно. Когда он творил человека. Когда он создавал нас с вами, когда он создавал Адама и Хаву, не сказано, что и сказал Всевышний, да будет человек и был человек день шестой нет, что сказано что он сделал два действия первое действие, это он собрал прах земной со всего мира собрал, слепил как из пластилина тело, и потом это тело не начало, как робот у нас ходить на батарейках Всевышний вдохнул в это тело как это, дух жизни нишмат хаим, душу жизненную вдохнул почему Всевышний не мог сказать и будет в этом теле душа почему вдохнул мудрецы говорят красивую вещь особенно женщинам, я думаю, это будет понятно человек может говорить 40 часов без остановки говорить, говорить, говорить нам это очень легко, есть такие люди у которых вообще язык без костей это не обо мне могут говорить постоянно разговор не входит внутрь нас я не знаю, что из этого часового урока вы запомните возьмете себе а еще лучше захотите передать а знаете, что входит внутрь? когда вдыхают воздух если я каждому из вас скажу надуйте шарик кто-то из вас может надувать шарик несколько часов подряд? нет два, три, четыре, пять потом у нас кружится голова потому что это очень тяжелая внутренняя работа но именно она входит внутрь именно она поселяется в нас Всевышний тем самым хотел сказать я не создал вас как что-то отдельное от меня цветок, обезьяна, человек мы не находимся на этой прямой есть животные есть растения моря и океаны а есть человек в котором полностью находится часть от Всевышнего которая нас наполняет и которая нас когда-то оживила и именно когда человек после 120 покидает этот мир тело остается здесь возвращается становится прахом наша душа поднимается туда потому что она не может умереть это часть от живого Всевышнего и когда мы с вами понимаем что когда мы ищем веру мы не ищем ее вокруг мы должны искать ее в себе потому что в каждом из нас есть Всевышний и Всевышний вдохнул в нас часть себя для того чтобы мы не останавливались и мы постоянно чувствовали эту связь именно этот голос нам говорит не важно что ты не можешь логически объяснить почему ты идешь этой дорогой ты ей идешь потому что внутри тебя двигатель Всевышнего который направляет тебя наша задача посмотреть внутрь узнать какая часть Всевышнего живет там соединиться с ней и понять что мы должны эту жизнь прожить так чтобы в нашей внутренней части не было стыдно за то куда наше тело ее повело и я желаю каждому из вас чтобы нам не понадобились испытания для того чтобы становиться сильными чтобы нам не понадобились испытания для того чтобы заглянуть внутрь себя и найти Всевышнего и веру кстати Раби интересно говорил что нельзя употреблять слово хилони на иврите хилони это нерелигиозный человек потому что хилони происходит от слова холь песок нету человека который создан только из праха зебного в которого не вдута вот эта душа Раби говорит нету такого можно сказать этот человек верующий а этот пока не верующий что такое неверующий человек это тот кто не заглянул в себя и не нашел Всевышнего который в нем спрятан для того чтобы эта связь никогда не расторглась желаю вам каждому найти эту связь соединиться с ней и знать что вы идете правильным путем с Божьей помощью комментарии даже читать не буду потому что по-моему там был трэш но я знаю что я делаю правильное дело я надеюсь что вы меня поддерживаете а кто нет идите лесом хорошего вечера спокойной ночи пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok